Попытку нелегального вывоза в Китай Кроме тигров, в изъятых у контрабандистов мешках нашлось 867 медвежьих лап и других органов этих грозных животных, включая ценные для азиатской фармацевтики желчные пузыри. Оперативники также отметили крупную партию ценных желез лягушки, их оказалось несколько десятков килограммов. Все эти в колоссальных количествах уничтоженные обитатели природы, к слову, являются резидентами Красной книги Приморского края. Впрочем, и тут все не так просто. Этот экземпляр 2005 года уже давно просрочен. По закону, книга должна издаваться каждые 10 лет, и сегодня 750 редких видов флоры и фауны легко могут стать тысячей. Приморский край, для него, что для животных и растений суши, что для морских, Красная книга, это крайне актуально. Тем более сейчас, в последние годы, когда у нас ведутся многочисленные стройки, планы громадьев, да, это строительство мостов, вход, это порты, угольные терминалы, нефтяной завод. Ученые уверены, что за прошедшие 13 лет проблем в крае только прибавилось, и в их числе не только антропогенные факторы, но и некоторые законодательные инициативы. Как, например, выдача бесплатного дальневосточного гектара, собственники которого редко считаются сериалами обитания братьев меньших. Приезжали люди с Лукьяновки, с Анисимовки, то есть Шкотовский район. Они привозили немало материалов, выступили с докладом, у них за их селами раздали бесплатные гектары. Некоторые уже перепродаются, то есть, оказывается, бесплатные можно продать, как ни странно. Вот, и идет вовсю вырубка деревьев. Важно, что от недобросовестных действий некоторых представителей Homo sapiens страдают не только тигры и леопарды, которых любят и лелеют, но и менее приятные на вид, но от того не менее важные для экосистемы Приморья березовые грибы чага. Буквально на днях таможенники задержали под уссурийском 17 тонн этого ценнейшего товара, которых слово входит в особый список лекарственных средств, согласно решению Евразийской экономической комиссии. Товар пытались вывезти с территории Российской Федерации по недействительным документам, содержащим недостоверные сведения. Несмотря на оперативные действия таможенников, пограничников и правоохранительных органов, ситуация ухудшается год от года, а масло в огонь подливают бюрократические препоны. Ведь даже переиздание Красной книги, уверен ученый Владимир Раков, тормозится из-за того, что Академия наук попросту исключает из состава комиссии ученых-зоологов, а из самой книги некоторые редкие виды. В прошлом году об этом писало и крупное информационное издание «Медуза», в материалах которого упоминалось так называемое охотничье лобби. По Красной книге есть закон. Закон о Красной книге Российской Федерации. И по законодательству Красная книга должна переиздаваться каждые 10 лет. То есть вообще считается, что вид полностью вымер, если он 30 лет, и никто его ни разу нигде не встречал. Ну а пока около 750 видов животных и растений только в Приморье официально считаются редкими или находящимися на грани безвозвратного исчезновения. И только во власти людей, в том числе и властей Приморья, решить, стоит ли ждать еще 20 лет, чтобы самим проверить, остался ли в лесу еще кто-нибудь. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.